Здравствуйте, друзья мои! И как часто мне приходилось встречать в храме людей, которых привело к Богу большое горе. Я бы даже сказал, что таких людей среди наших верующих большинство. Человек растерян, напуган болезнью, ребенка или утратой. Страшными неприятностями. И бывает так, что единственное лекарство, единственное исцеление от ран, которые наносит нам наша жизнь, это только церковь. Мы бросаемся в церковь как к последней пристани, к последнему врачевству, когда уже идти некуда. И что нам советуют священники? Вот простым людям, которые выросли в Советском Союзе, не получили религиозного воспитания, не слышали наставлений священников, ни разу в руках не держали священное писание. Мы, священники, всегда советуем самое сильное врачевство, которым владеем – исповедь и причастие. Я думаю, каждый из вас вспомнит первую встречу с батюшкой, первое наставление и первый вопрос, который мы вам задаем. Когда вы исповедовались или причащались в последний раз? Именно с этого начинается разговор со священником. С этого начинается путь вхождения в церковь, в оцерковление. И здесь же кроется самая первая ошибка человека воцерковляющего, потому что очень просто, очень естественно воспринять опыт церковной жизни как разновидность, одну из многочисленных разновидностей, путей, магии, которая окружает нас повсюду. По большому счету, даже труд врача в какой-то степени – это магия. Но если случилась беда, если вам вдруг сказали, что кто-то навел на вас порчу, что-то случилось с детьми, что-то совсем расстроилось здоровье, или вы потеряли работу, или все это вдруг пришло сразу, вместе, сковало сердце страхом, волю парализовало, вы воспринимаете церковь и опыт церковной жизни как некоторую технологию, которая в конечном счете является магией. Есть какой-то процесс действия лекарства, не совсем понятного. Я его принимаю, я следую предписаниям врача, и беда уходит. И в таком случае, если беда ушла, как и в случае с болезнью, человек, получивший исцеление, выписывается из больницы. Так и бывает и в церковной жизни. Мы приходим в храм, идем на исповедь, слезно каемся, причащаемся, как будто бы все отступает. И, в общем-то, больше здесь делать, видимо, и нечего. Так вот, друзья мои, хочу предупредить вас от этой ошибки смешивания веры и магии. В церкви есть своя духовная жизнь, и это самая главная и большая радость, которую каждый верующий хочет поделиться с тем, кто приходит в ограду церковную. Это самое большое не врачевство, а, может быть, чудо, которое происходит с человеком, встреча с Богом, с живым Богом. Вы ведь причащаетесь, вам становится легче, в храме и дышится как-то по-другому, и беды проходят и успокаиваются. Церковь действует действительно нас как врачевство, как лекарство. Но это ведь еще не все. В церковной жизни есть магия, но она не сводится, эта церковная жизнь, только к магии. Потому что, если уж вы переступили порог церкви, расспросите хорошенько священника, а что такое духовная жизнь? Что это значит пребывать в церкви? Что это значит молиться Богу? И вот некоторые моменты духовной жизни, которые помогают вам приобщиться к этой большой, целокупной, охватывающей всю жизнь радостью, я сейчас проговорю. Первый момент, который следует усвоить, это молитва. Всегда, когда произношу слово молитва, делаю оговорку, потому что наш человек воспринимает это духовное упражнение, опять же, магически. «Батюшка, какую молитву прочитать, чтобы ребенок поступил в институт? Батюшка, какую-то молитву посоветуете, чтобы муж не изменял или бросил пить?» Человек, который задает этот вопрос, он имеет в виду некоторый текст, таинственный, непонятный, но эффективно работающий. Молитвы действительно, сами тексты молитв, они чудесны, они оживляют душу. Они обладают, если угодно, магическим действием. Но молитва не сводима только к магии, потому что молитва есть общение с живым Богом. И с этого следует начинать. Священник вам посоветовал помолиться, и вы должны знать, что есть молитва, мой личный опыт общения с Богом, событие встречи с Богом, событие Богообщения, если угодно. А есть текст молитвы, то есть некоторая молитва, может быть, древняя, которая была написана древним отцом, святым человеком, но этот текст, он только побуждает меня к моей собственной молитве. Он провоцирует вот это событие богообщения, обращения к Богу. Он помогает мне приобрести правильное настроение, он заражает меня этим правильным настроением. И в этом смысле всякая молитва это огромный труд, это ответственность, это работа, ее нельзя свести, молитву просто в какой-то схеме, то есть ты прочитал текст, и все произошло, все совершилось. Еще раз повторю, это духовная работа, очень большая. И если вы вступили в Храм Божий, стали верующим человеком, не отказывайтесь от этой работы, потому что она приносит подлинную радость. Это очень, если угодно, интересно. Ты по-другому чувствуешь себя, когда вдруг однажды ты переживаешь этот ни с чем несравнимый опыт предстояния перед очами Божиими, потому что ты задаешь себе вопрос, к кому я вот в данный момент обращаюсь, кто он, кого я называю Господи, Отче, Царица Небесная, кто они, и вдруг-то вы понимаете, что они слышат вас, и вы стоите перед их глазами. И вот это уже событие личной встречи. Это и есть сама сердцевина молитва и духовной жизни. Не просто магия молитвы, но личное событие, потрясающее, меняющее вас изнутри, событие, которое убивает все страхи и тревоги, парализующие нашу жизнь, разрушающие ее. Другой момент очень важный. Это чтение Священного Писания. Два важных момента духовной жизни христианина. Молитва и чтение Священного Писания. Без них никак нельзя. И опять же, читаем мы Священное Писание немагически. Я знаю людей, которые, например, чтобы принять решение, наугад раскрывают Библию на любой странице, тыкают пальцем, читают и пытаются расшифровать фразу, которую случайно нашли. Это магия. Писание Священное не для него создано. Действительно, бесы трепещут, как говорят, когда звучит Псалтирь, когда вы читаете Священное Писание, это освежает душу, но оно, это Писание рассчитано прежде всего на наше понимание, а работа над Священным Текстом, работа по пониманию Священного Текста, это очень трудный путь. Это большая, напряженная, многолетняя работа, и к ней нужно себя подготовить. Но она же и приносит необыкновенную радость приобщения к Божественному Откровению. Молитва это путь Богообщения, изучение Писания это путь приобщения к Божественному Откровению. Вот два столпа духовной жизни. Поэтому, друзья мои, не обедняйте свою жизнь церковную, не сводите ее только к магии, но позвольте себе быть мудрыми, позвольте себе приобщиться к опыту Святоотеческому, который зердется на опыте молитвы и изучения Священного Писания. «С static» «С static» «С static» «С static» Продолжение следует...